Седьмое. Гипноз. Это парапсихологическое явление нашло себе путь в медицину и благодаря эффектности своего внешнего проявления вышло на сцену концертных залов. Завоевание гипнозом позиции в медицине можно лишь приветствовать, так как серьезно занятый гипнозом ученый отходит от грубого материализма и начинает осознавать мощь и возможности мира мысли. Но в науке, к сожалению, больше думают о проведении опытов с регистрируемыми результатами, чем об эзотерическом объяснении основ изучаемых явлений. А явление гипноза связано как с миром мысли, так и с аппаратом мозга, нервными клетками определенных участков мозга, осуществляющих, как компьютер, запоминание и выполнение воспринятой мысли команды. В использовании этих возможностей гипноза таятся неисчислимые опасности. Методами постгипноза человек, вне участия его свободной воли, дара Творца, может быть использован как орудие совершения преступления. О подобных возможностях знали в черной магии издревле. И сегодня в СССР ведут опыты по использованию постгипнотических состояний. Мы поговорим об этом более подробно в лекции о развитии секретной парапсихологии в СССР. Гипноз в понимании эзотерическом основан на сочетании вибраций словесных команд и мыслительной концентрации энергии гипнотизера с вибрациями электронов в нервных клетках мозгового аппарата. Излишне говорить об опасностях занятия гипнозом для людей, не знающих его основ и методов проявления. Введя человека в гипнотическое состояние, можно потерять контроль над вибрациями и искалечить загипнотизированного, нарушив гармонию вибраций между миром мысли и аппаратом восприятия и преобразование мыслей мозгом. Субтитры создавал DimaTorzok